Вой сирены прерывает утреннюю тишину в лесной сказке. Дети в сопровождении вожатых выходят на ближайшее поле в ожидании дальнейших действий. В оздоровительном лагере отрабатывают план эвакуации. Товарищ начальник лагеря, 5-й отряд составит 20 детей и 3-х взрослых на эвакуацию. Дети, отдыхающие в лагере лесная сказка, знают буквально друг друга несколько дней. Недавно открылась третья семена, но они уже дружно умеют вести себя при эвакуации. Вот только что из этого клуба было эвакуировано 150 детей и 26 взрослых. Хороший результат. Основные правила пожарной безопасности в лагере знают все. Этому вожат и учат детей с первых часов заезда. Мы смотрели много видео, поучающих, что делать при пожаре, как действовать. Экипаж пожарных прибыл в лесную сказку от ближайшего поста, расположенного в Литвинове. Сколько времени понадобится для того, чтобы эта машина сюда приехала? Да, вот 7. Минут 7. 5-7, мы здесь. Пожарные тренировки в лагере проходят каждую смену, как первая линейка после очередного заезда. Нынешняя внеплановая приведена в ответ на трагедию, случившуюся в палачном лагере в Хабаровском крае. В ту ночь в нем находились 189 детей. Четыре ребенка погибли. Доводим до детей соблюдение мер пожарной безопасности. И также проводим профилактические осмотры, обследование состояния помещений на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. И уходство достаточно в хорошем уровне прошло. Пока дети рассматривали пожарную машину, Павел Шагов осмотрел один из спальных корпусов. По требованиям безопасности все они оборудованы автономными пожарными извещателями. Вижу, что вы находите на расправном состоянии. Да. Своевременно обслуживаются, да? Да, у нас заключен договор с лицензированной компанией, которая производит техническое обслуживание. И вывод осуществлен на пульт пожарной части? Да. Не менее ответственный с пожарной точки зрения объект – психоневрологический диспансер. Круглосуточно здесь находятся не менее 50 пациентов. С порога в коридорах видны указатели пути эвакуации. На этажах есть аварийный выход. Ключ от которого находится у дежурной медсестры. По требованиям безопасности в коридорах сменили линолеум на керамическую плитку. Было замечание нам по поводу этого. Сейчас вот мы… То есть вы привели в соответствие? В соответствие, да. В этом году в диспансере установили аварийное освещение на случай отключения электроэнергии. В здании работает адресная пожарная сигнализация. Адресная пожарная сигнализация. То, что, как раньше было, сработало, да, пошел, на культе смотришь, второй этаж, первый этаж, третий этаж. Мы на данной категории объектов также регулярно проводим тренировки, внеплановые обследования, проверяем порядок действий персонала, охраны и правильность выполнения ими их функциональных обязанностей. Инспекторы отдела надзорной деятельности остались в диспансере для проведения проверки на наличие в помещении самодельных электронагревательных приборов. Им предстоит детально осмотреть состояние электрооборудования, в том числе в подвальных и технических помещениях, и дать экспертную оценку о противопожарном состоянии учреждения. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.